Друзья, 7 марта этого года Россия стала мировым лидером, правда, по числу наложенных на нее санкций. Да, это не совсем те успехи, которыми стоит гордиться, но какие есть. Сосчитать все эти санкции практически невозможно, ведь еще в июне их число превысило 8 тысяч. Это только те, что были введены после 24 февраля, не считая более ранних. Свои ограничения против России вели США и Канада, Евросоюз и Швейцария, и даже Япония с Австралией. Посмотришь на карту и кажется, что санкциями Россию обложили со всех сторон. Но прямо на наших границах есть страны, которые не присоединились к общему санкционному полю. В них находят убежища россияне без виз и даже загранпаспортов. Через них в Россию течет параллельный импорт запрещенных к ввозу товаров. Их аэропорты стали для нас пересадочными точками по пути в Европу и Америку. Наконец эти страны приютили сотни тысяч россиян после объявления мобилизации. По нынешним меркам просто рай какой-то. Вот только зачем им все это надо? Сегодня поговорим о соседних странах, которые не стали вводить санкции против России. В чем их мотивация? Насколько им это выгодно? И действительно ли они наши друзья? Начнем с самой любимой страны многих россиян, с Грузии. Удивительно, но страна, с которой у России уже больше 10 лет нет дипломатических отношений, сейчас заняла максимально нейтральную позицию. Да, формально Грузия выразила поддержку Украине, признает ее территориальную целостность и осуждает российскую агрессию. Грузинские добровольцы даже воюют на стороне Украины. Но правительство страны не ввело санкции против России, не остановило транзит турецких грузов и даже визы для россиян вводить отказывается. Опять-таки в Грузии заявляют, что исполняют все международные санкции против России. Точнее, не нарушают их, потому что сделать это Грузии было бы почти невозможно. Что касается вопроса о санкциях, вообще, если мы говорим о санкциях, знаете, есть международная санкция, которую не может нарушить никто. Это не только Грузия, это практически все страны, которые не хотят сразу же попасть под вторичные санкции. И которые не хотят, в общем-то, стать очередной жертвой всех этих санкций. Поэтому, когда мы говорим о том, что кто-то не присоединится к санкциям, ну, это не совсем корректно. Не присоединиться к санкциям нельзя. Если кто-то не присоединится к санкциям, это означает, что тот попал под каток санкций. Не присоединится к санкциям может Иран, не присоединится к санкциям может Южная, ну, Северная, конечно, Корея. Есть другой момент. Есть момент введения своих санкций, санкций национального уровня. И есть еще один момент обхода тех международных санкций, которые есть, но, что называется, серым путем. То есть, официально говорится, нет, мы присоединяемся, а на самом-то деле никакого присоединения нет. Вот об этом и идет речь. Теперь, что касается момента такого обхода серым путем. Есть, насколько я понимаю, есть у американцев. Потому что, несмотря на то, что в основном об этом говорят украинцы, понятно, что они говорят с подачи и по информации американцев. Есть большое подозрение, что через Грузию все-таки осуществляется обход санкций. Поведение Грузии вызвало резкую негативную реакцию со стороны Украины. Так в июне советник президента Украины Михаил Подоляк в соцсетях обратился к премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили с вопросом, что ему важнее, принципы или прибыль. Сам Гарибашвили перед этим заявил, что его страна не станет вводить против России своих санкций, так как это скорее ударит по самой Грузии. Но в Украине такую позицию не поняли. Речь идет о том, что территория Украины и Грузии оккупированы Российской Федерацией. И Грузия, и Украина. Сначала Грузия, а потом Украина жертвой агрессии Российской Федерации. Понятно, что Украина могла бы рассчитывать на гораздо больший уровень солидарности со стороны Грузии. Да, Грузия институционально абсолютно встроена и в НАТО, и в Евросоюз. У нас есть ассоциированное членство, у нас есть статус страны аспиранта НАТО. Но все эти статусы и членства, которые были достигнуты, кстати, 30 годами борьбы и 30 годами упорной очень работы практически всего грузинского общества и предыдущих властей всех. Включая Шевернадзе, про Мишу я уже не говорю, Саакашвили. Фактически все это сейчас идет на сморку, потому что мы видим, что в критической ситуации формально, формально, конечно же, мы являемся союзниками Украины, а по сути это форменное издевательство, то, что делают наши власти. Поэтому на протяжении практически всех этих шести с лишним месяцев уже войны наши власти пытаются доказать грузинскому обществу то, что определенная часть ответственности за то, что Россия напала на Украину, лежит на властях Украины и на президента Зеленского. Поэтому вот в этом кейсе, прошу прощения, но грузинская власть выступила просто сателлитом Москвы. Даже если вы не читаете ужасные новости последних месяцев, сегодня спрятаться от реальности практически невозможно. А реальность, к сожалению, вызывает не самые приятные эмоции. Это и страх, и тревога, и просто злость. Справиться со всем этим самому бывает сложно, поэтому не бойтесь и не стесняйтесь обращаться к специалистам. Сохранять душевное равновесие и холодную голову сегодня очень важно. Помочь в этом может сервис онлайн-консультаций с психологом Ясно. На этой площадке работает больше 2000 тщательно отобранных специалистов. С каждым из них кураторы Ясно проводят собеседование, проверяют образование и квалификацию. По данным сервиса отбор проходит всего 17% кандидатов. После того, как вы заполните анкету, алгоритмы Ясно подберут психологов, которые подходят именно вам. Ну или можно обратиться в службу поддержки. Там работают специалисты с психологическим образованием. Они подскажут, какой терапевтический подход может быть для вас более эффективным. Все консультации проходят онлайн в удобное для вас время в приложении или на сайте сервиса. То есть не нужно специально куда-то ехать на прием. Это может быть особенно актуально тем, кто сейчас уехал за границу и испытывает сложности с адаптацией. В Ясно индивидуальные консультации стоят 2850 рублей. А с промокодом Варламов при регистрации вы получите скидку 20% на первую сессию. Кроме индивидуальных консультаций в Ясно есть и парные. Например, для супругов или родителей детей старше 16 лет. Она длится полтора часа и стоит 4850 рублей. Выбрать тип консультации можно при регистрации по ссылке в описании. Итак, Грузию обвиняют в корысти из-за того, что она не вводит санкции. Кажется, текущее сотрудничество с Россией Грузии действительно выгодно. После 24 февраля в страну массово поехали россияне, которые привезли с собой довольно много денег. В страну едут и иммигранты, и туристы, и бизнесмены, которые хотят перевести свой бизнес из России. Со всеми ними в Грузию едут рубли, доллары и евро. На этом фоне в стране растут цены на аренду жилья, на такси, на продукты и еду в ресторанах. Приток денег в Грузию сильно вырос, что обеспечило рост ее экономики. По данным Национальной службы статистики, в 2022 году рост ВВП Грузии превышает 10%. Вы знаете, что на самом-то деле, если мы будем говорить серьезно, экономическую выгоду получили все. То есть, воспользовавшись абсолютной слабостью и немощью Российской Федерации, уязвимостью ее, сейчас на России зарабатывают все, кто могут. Ну вот, например, вопрос о российских релакандах. Приехало очень много народа. Более сотни тысяч. Для Грузии с населением 4 миллиона, сотня с лишним тысяч, учитывая, что у нас и так было 100 тысяч, жило здесь, в каждом России, постоянно. Это достаточно серьезно. Кроме всего прочего, привезли большие деньги. Привезли деньги, причем возили, говорят, чуть ли не в чемоданах, потом, сейчас уже начали это как-то ограничивать. В итоге цены подскочили, а доллар упал. По формальным признакам, да, экономика выросла, конечно, потому что деньги начали крутиться. Это что касается экономики Грузии в целом. В остальном, если кто-то и получает выгоду, это тот бизнес, который близок к власти, и который работает с Россией. Ну, есть информация о переводах денежных. Речь идет уже о сотнях миллионов долларов, если не больше. И есть информация о том, в общем-то, что о двузначном росте экономики Грузии. Никаких других причин для двузначного роста экономики Грузии, уверяю вас, нет. Просто в природе не существует и не может быть. Но экономическая выгода не убеждает не только Украину, но и грузинскую оппозицию. После 24 февраля у грузинского парламента регулярно проходят акции протеста. Митингующие не только выражают поддержку Украине, но и требуют действия от своего правительства в отношении России. Например, они хотят отмены безвизового режима. Если кто не знает, сейчас россияне могут оставаться в Грузии целый год без виз. Грузинам при этом для въезда в Россию виза нужна. Во-первых, оппозиция требует введения визового режима с Россией. Не для того, чтобы кого-то не пускать, а для того, чтобы просто-напросто упорядочить то, что происходит. То есть мы реально не знаем. Я абсолютно четко могу вам сказать, что из релакантов, наверное, более 90% не по политическим мотивам сюда приехали. По экономическим, по социальным, по еще каким-то. Кроме всего прочего, сколько из этих релакантов являются агентами российских спецслужб? Осенью появилось много сообщений о том, что кого-то из россиян не пустили в страну. Например, в начале сентября попасть в Грузию не смог журналист Митя Олешковский. Он прилетел в Тбилиси из Еревана, но на паспортном контроле в аэропорту ему отказали во въезде. Ранее Грузия также отказала во въезде журналисту Михаилу Фишману. Издание «Холод» сообщает, что в последнее время в Грузию не пускают десятки россиян. Но кажется, что основной упор все-таки делается на оппозиционеров и независимых журналистов. Тут я вообще не понимаю, но не пускать Митю Олешковского, ну это просто свинство. Просто свинство откровенное. Самое интересное, что тут происходит, не только их, очень многих. И я бы сказал так, что если мы говорим о моем круге знакомых, которые, ну понятно, что подавляющее большинство моих знакомых из России, каких они взглядов будут, это же ясно. Я бы им сейчас не рекомендовал ехать в Грузию именно потому, что могут... Нет, здесь внутри все в порядке, но могут не впустить. Позиция грузинских властей не пускать российскую оппозицию, она или труслива, или, что еще хуже, просто есть прямой сговор для того, чтобы создавать проблемы между спецслужбами Грузии и России. Правда, после объявления в России мобилизации Грузия повела себя гостеприимно и открыла границы, кажется, для всех. Причем пересекать погранпереход в Верхнем Ларсе разрешили даже пешеходам, что обычно вообще было запрещено. Но тут Грузия решила пойти россиянам навстречу, чтобы не дать им замерзнуть на границе. О том, как выглядели российские границы сразу после объявления мобилизации, я снимал для вас отдельный ролик. Оппозиция в Грузии, правда, была резко недовольна таким наплывом россиян. Здесь боятся, что волна иммигрантов может дестабилизировать страну. А еще грузин опасаются, что далеко не все приехавшие выступают против политики Путина. Тем не менее, въезд в страну по-прежнему остается свободным для большинства граждан России. В этом году Грузии было отказано в статусе страны кандидата на членство в Евросоюзе. Такой статус получили Украина и Молдова, а вот давно на него претендовавшая Грузия нет. Оппозиция считает, что это стало следствием неверной политики нынешнего правительства страны. Давайте так, если мы говорим о властях, все зависит от задачи. Задача власти самосохраниться любым путем. И, видимо, тут приоритет не Евросоюз. Понятно. Чем больше самосохраняются они, тем лучше для них. Что касается общества, общества, конечно же, есть такие опасения, но в то же самое время в обществе есть какая-то странная уверенность, что должны разделять народ и власть. На что я всегда говорю, что ничего подобного. Народ и власть разделять никто не должен и никто не будет, потому что отсутствует коллективная ответственность. И мы под эту коллективную ответственность уже попали, не получив кандидатства и, в общем-то, лишившись очень многих возможностей, которые нам давала Европа и которая могла бы дать Европе. А вот грузинская власть считает, что отказ в статусе кандидата в ЕС был во многом вызван позицией страны в отношении России. Представитель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кабахидзе летом даже заявил, что Грузия получит статус кандидата в ЕС, если откроет второй фронт против России. Вообще, тема потенциальной войны в стране активно обсуждается. Грузинская власть открыто говорит, что оппозиция хочет развязать войну с Россией в Абхазии и Южной Осетии. Недавно тот же Кабахидзе даже предложил провести референдум об открытии второго фронта. При этом в грузинской мечте уверены, что их политика поможет Грузии избежать войны с Россией. Нет, но в стране не то что боятся. Эта угроза существует, она существует реально. Когда в 40 километрах от твоей столицы стоят танки, то, конечно же, не бояться войны с Россией может только человек очень альтернативно одаренный. Так или иначе, пока нет ни визового режима, ни санкций, ни войны. А Грузия продолжает вести себя с Россией максимально миролюбиво, ну, насколько это вообще возможно, в нынешних условиях. Миролюбивая политика Грузии после начала войны в Украине вызвана бубновым интересом тех, кто принимает решения. Бубновый интерес для тех, кто, может быть, не знает их. Это финансовый интерес. Это интересы собственного кармана. Это раз. Вызвана тем, что, скорее всего, тот, кто принимает решения, у него есть определенные обязательства перед теми, кто в России не обязательно, перед Кремлем, кстати, это, может, могут быть совсем другие люди, от которых он не может отказаться. Это два. И третье вызвано тем, что пока до сегодняшнего времени Кремль боится больше, чем Министерство финансов США. Может быть, и зря. Это три. Вот вам картина масла. Другая страна, которая на фоне войны стала работать с Россией даже теснее прежнего, это Турция. Несмотря на членство в НАТО, эта страна не вводила против России санкций. Именно она помогла россиянам обойти запрет на авиаперелеты в Европу и США. Теперь Стамбул — это главный такой пересадочный пункт, если вы куда-то хотите за границу из России выехать, поскольку прямых рейсов-то особо больше и нет. Турецкий президент Реджеп Таип Эрдоган не раз говорил о том, что санкции против России не имеют никакого смысла и только вредят Европе. Турция стала единственной страной НАТО, которая действительно не поддержала санкции, которые, в общем-то, в Кремле рассматривают как антироссийские. По той простой причине, что, во-первых, Турция, безусловно, пытается найти определенный баланс в регионе Черного моря и в мире в целом. То есть для Турции крайне важно обозначить именно свою позицию, то есть обособиться именно в рамках НАТО, показать свою особую роль, вот так вот, скажем. Ну и, безусловно, Турция – это страна, против которой уже вводились санкции, да, совсем по другому поводу, там такая долинная история. Вот, США вводили против Турции санкции, да. Были некоторые европейские, но их там совсем-совсем было мало. И больше, конечно, мы говорим именно об американских санкциях. Это и алюминиевые санкции, это и на поставку самолетов F-35 и F-16, кстати, тоже, да, какой важный такой момент. Кроме того, надо же, собственно говоря, вот это и учитывать, что для Турции есть определенные опасения, что она столкнется с такими же, с какими-то подобными, да, санкциями в будущем, потому что у нее такая очень проактивная политика. Она, конечно, этого бы не хотела, поэтому она где-то отчасти видит в России сейчас себя. Отчасти. Потому что курс, который, в общем, Турция проводит, ну, он чем-то напоминает российский. Ну, конечно, такая своеобразная позиция Турции не могла не вызвать негативной реакции внутри НАТО. Я напомню, что Турция – это член НАТО. Однако пока Турция не перешла черту, после которой Блок задумался бы об ее исключении. Ну, надо понимать, что Турция, как член НАТО, все-таки действует в тесной связке, да, или в такой упряжке, так будем говорить. То, что Турции позволено, да, грубо говоря, то есть Турция понимает, чем она рискует. Сейчас, по большому счету, ей ничто не угрожает. Хотя определенный негатив в отношении Турции, да, вот со стороны ряда европейских государств, ну, и со стороны США, безусловно, он присутствует. Его, в основном, этот негатив выражают политики отдельные, общественные деятели, по-разному бывает. Но в целом надо учитывать, что, в общем-то, для Турции, скажем так, ну, риски пока не перевесили профит. Да, вот так будем говорить. Отказ Турции не заниматься санкционной политикой никак не отразился в негативном ключе на отношении Турции со странами НАТО. Наоборот, Турция даже выиграла, став мостиком между Россией и Западом. И мы видим, что президент Арзаган играет такую посредническую роль в решении критических важных вопросов. Сотрудничество с Россией на фоне санкций несет Турции прямую экономическую выгоду. По данным РБК, в июне импорт из Турции в Россию вырос на 46% в годовом выражении. Объем импорта в июне вырос до 790 миллионов долларов. Это максимум с 2010 года. Причем выросли не только традиционные поставки фруктов, но и импорт различных машин и комплектующих к ним. Также выгоду Турции несут и авиаперевозки. Турецкие компании активно летают в Россию и возят наших граждан как в саму Турцию, так и в другие страны с транзитом в Стамбуле. Нужно отметить, что Россия, конечно, не самый крупный торговый партнер Турции. Основной торговый поток Турции идет с Евросоюзом, со странами Европы. Но для России и Турции, для двухсторонних отношений, он все равно достаточно большой. В этом году ожидают, что товарооборот превысит 50 миллиардов долларов. Это для России самый большой торговый партнер в странах такого большого Ближнего Востока. Ни с кем больше у нас таких торговых, у России таких торговых отношений нет. Ну и, конечно, нельзя забывать о миллионах российских туристов, которые каждый год летают в Турцию. Российские туристы – это, в общем-то, основной поток туризма в Турцию. Турция всегда был и всегда остается. Турция не готова отказываться от этой части дохода. Тоже один из существующих моментов, почему не пошли на санкции. Турция, даже понимая, что, может быть, в этом году российским туристам будет сложно летать в Турцию, предлагала открыть свои авиакомпании только под российских туристов. Плюс Турция принимает «Карты Мир», и Турция делает все, чтобы привлекать российских туристов. И товароборот между Турцией и Россией достаточно большой и растет еще больше. Поэтому, понимая тяжелую ситуацию, в которую сейчас попали россияне, турки даже предлагали создать авиакомпании специальные под российских туристов. Турции принимаются «Карты Мир», и вообще Турция делает все возможное, чтобы россиянам было комфортно себя чувствовать в их стране, и туристический поток не прерывался. Кроме экономической, сотрудничество с Россией несет Турции политическую выгоду. Турки активно пытаются влиять на ситуацию на Ближнем Востоке, и особенно в Сирии. Там особый интерес для Анкары представляет сирийский Курдистан. У властей Турции есть давнее противостояние с курдами, и влияние Сирии в этом вопросе важно. Турция проводит в зоне расселения курдов военные операции, а возможность боевых действий в сирийском Курдистане президент Эрдоган напрямую обсуждал с Владимиром Путином. То есть без санкции Москвы навряд ли у Турции получилось бы так эффективно решать свои политические вопросы и зачищать там курдов. Потому что Москва, как мы знаем, поддерживает власть Башара Асада в Сирии, который не просто смог устоять, но и фактически вернул себе власть, которая прямо сильно в своё кресле, запомните, оно так сильно зашаталось. Но благодаря России, благодаря российским ЧВКшникам, армии, баблу и всему остальному, Асад устоял и сегодня вполне неплохо контролирует, ну, по крайней мере, большую часть страны. Я не думаю, что есть какая-то связка или договорённость между Россией и Турцией, вот такого плана, что Россия не вмешивается, условно говоря, вот в какие-то сирийские вопросы, да, там, например, в турецкую спецоперацию, да, в Сирии, а Турция в ответ вот не вмешивается в какие-то российские дела и проблемы. Это совершенно разные вопросы. И, кроме того, надо понимать, что у России сейчас очень ослаблены позиции на Ближнем Востоке, и в Сирии в том числе. Просто России нечем тягаться с Турцией, если честно. Турция и Россия всегда, в общем-то, в последние годы очень тесно сотрудничают для решения региональных конфликтов. Всё началось как раз с Сирии. Был такой установлен союз Турция, Россия и Иран. Но чаще всего Россия и Турция решают вопросы в двухстороннем, они в трёхстороннем порядке. Особенно в том, что касается вопросов севера Сирии, курдского вопроса. Есть ряд договорённостей, ряд соглашений между двумя странами. Иногда ситуация становится кризисной. Турция проводит периодически операции военные на севере Сирии. России это не нравится. Но договорённости так или иначе достигаются к удобству обеих сторон. И вот сейчас, пока Эрдоган решил не проводить новую военную операцию, потому что, в общем-то, решил, что ему выгоднее роль миротворца, в том числе миротворца и та роль, которую он играет и на Украине. Также Турция активно работает посредником между Россией и Украиной. Именно президенту Эрдогану удалось продвинуть сделку по вывозу украинского зерна из заблокированных портов. Что тоже, в свою очередь, несёт Турции её собственную выгоду. Причём эта выгода может состоять как в получении зерна со скидкой, так и в уступках от России по другим экономическим вопросам. Например, недавно Эрдоган заявил, что Турция наверняка сможет покупать российский газ со скидкой. Ну, Турция, надо понимать, что, участвуя в сделке зерновой, Турция, безусловно, рассчитывает получить скидку на газ. Турция действительно обозначает свою позицию, она обособляется, скажем так. Это усиливает международную роль Турции, потому что, ну, представьте, вот Россия и Украина, два славянских в общем государства, два государства настолько тесно связанных, что просто исторически сложно себе представить. И вот выходит, что исламская Турция или мусульманская Турция, как угодно, показывает на весь мир, что она, причём что она раньше владела этими территориями, кстати, территориями Украины и частью территории России, где тот же Краснодарский край, что она теперь, получается, это такой исторический как бы реванш. Она сажает за стол переговоров украинскую и российскую стороны. То есть это действительно многократно увеличивает, скажем так, роль Турции, усиливает её позиции. Это безусловно так. От зерновой сделки Турция прежде всего получила такой политический престиж. Эрдоган доказал, что он может решать те вопросы, которые не может решить ни одна западная страна. То есть он получил имидж такой миротворца. Это очень много значит для Анкары. И плюс, естественно, то, что... Ну, это и так было бы без этого. У кораблей нет другого пути, как проходить через проливы, которые идут. То есть в любом случае Турция выигрывает от открытых проливов, от того, что идёт торговый поток на Украину и из Украины. Но здесь был главный именно политический престиж. Когда переговоры между Россией, Украиной о мире ещё велись, они тоже проходили при посредничестве Турции. А Эрдоган не раз выражал готовность провести в Стамбуле встречу Владимира Путина с Владимиром Зеленским. Учитывая, что контакты Москвы с Европой практически оборвались, здесь Турция может показать себя большим мировым игроком. Ну и, что важно, выступающим за мир. Ну а ещё, выступая посредником в переговорах, Турция защищает свои инвестиции в Украину. Единственное, конечно, в последнее время появилось много тревожных звоночков для Эрдогана. То есть, если ещё недавно мы воспринимали Эрдогана как такого голубя мира, какую-то компромиссную фигуру, которая сможет и с Западом договориться, и там, не знаю, с американцами, и с европейцами, с украинцами, и с Россией, и найти какую-то вот точку, на которой можно было бы, по крайней мере, начать строить какой-то мир. Но сегодня уже видно, что переговоры не то что не начались, да, и навряд ли начнутся в ближайшее время, потому что, видимо, поняв, что договориться не получается, Путин пошёл на серьёзную эскалацию с признанием части территории Украины, с мобилизацией, с отправкой на фронт новых людей. То есть, мы видим довольно сильную эскалацию, и никаким миром здесь и близко не пахнет. Кроме того, я хочу напомнить вам, что в конце сентября прошёл довольно странный обмен, когда Украине отправили там более сотни бойцов Азова и лидеров Азова, которые были в Азовстале, которых хотели там расстреливать, вешать. Помните, клетки в Мариуполе варили, то есть, это прямо вот главные вот эти вот телевизионные, вот то, что наша пропаганда показывала, да, эти главные фашисты, нацисты, то есть, тех, кого должны были повесить там на главной площади Мариуполя, и их отдали Украине, взамен Россия получила там чуть более 50 рядовых бойцов, непонятно кто там, кто-то говорит, что там какие-то кадыровцы, не кадыровцы, неважно, да, и одного Медведчука, то есть, понятно, что Медведчука фактически обвиняли на лидеров Азова. От этой сделки, конечно, дико пригорело у всех зет-патриотов, потому что как-то так, пропаганда столько рассказывала о том, что она повесит нацистов, что они не подлежат обмену, вообще, что это Азов, это террористическая запрещенная страшная группировка, а тут их взяли и поменяли на какого-то кума Путина. Как это возможно? Такого унижения вот эти вот зет-патриоты долго не испытывали. Но кто был посредником, кто договорился об этой сделке? Саудиты. Да, все это произошло при посредничестве уже саудовского принца, который контактировал и с американцами, который контактировал с Россией, при этом сделали, что это удивительно, вроде как даже в обход Кадырова, который раньше считался со стороны Москвы главным дипломатом по линии саудитов. И теперь саудиты говорят, что, в принципе, и мы можем всех помирить, потому что у нас и с американцами связи, и с русскими связи. И мы сейчас договоримся, и, может быть, теперь саудиты подвинут Эрдогана. Ну, пока еще рано говорить, но ситуация выглядит очень интересно. Совершенно мне очевидно, что для президента Турции Эрдогана сегодня необходимо, скажем так, или важно быть посредником в урегулировании российско-украинского конфликта, потому что, опять-таки, Эрдоган, действительно, я, может быть, повторюсь, но укрепляет роль Турции этим многократно. Надо учитывать, что Турция же сотрудничает с Украиной и очень тесно в военном отношении еще до всех этих событий, до февраля 2022 года. Возможно, вы знаете, что была договоренность достигнута о строительстве завода по производству байрактаров, это беспилотники, соответственно, они же дроны. Это тоже характерное такое вот явление. Турции очень нужны промышленные ресурсы Украины, да, и, естественно, что в сфере ВПК их сотрудничество, оно не могло не беспокоить Москву, давайте вот так скажем корректно, да. Переговоры Путина и Зеленского – это мечта Эрдогана, это будет таким бенцом его миротворческой миссии. Он сделает то, что не мог никто. То есть докажет, что роль Турции в мире огромна, плюс ему это очень нужно в связи с предстоящими выборами в Турции. Рейтинги Эрдогана достаточно шаткие, учитывая тяжелую экономическую ситуацию в Турции. И все, что сейчас делает Эрдоган, направлено на победу на выборах, как президентских, так и парламентских. Если он состоится как миротворец, может добиться большого успеха, естественно, это повысит его внутриполитические рейтинги. Здесь важно отметить, что несмотря на нейтралитет, Турция поддерживает территориальную целостность Украины. Причем она не признает не только независимость ДНР и ЛНР, но и переход Крыма к России. Правда, тут Анкара опять-таки заботится о собственных интересах, а не о поддержке Украины. Я полагаю, что отказ Эрдогана признать Крым российской территорией по существу никак не меняет характера двусторонних отношений. Потому что, во-первых, Турция занимает эту линию последовательность 2014 года. Она никогда ее не меняла, она никогда не юлила, и она никогда не делала это в угоду Западу. Или потому что на Западе этого требовали. Нет, Турция не признавала Крым по другим совершенно причинам. Они лежат в плоскости, в том числе, защиты прав крымских татар. Они лежат в плоскости, вообще говоря, исламского мира в целом, роли Турции в исламском мире. Потому что, ну как так, Турция может взять и допустить, и согласиться под тем, то есть довериться целиком, полностью России, что она вот этих крымских татар не обидит, грубо говоря. Нет, Турция не может себе этого позволить, потому что Турция сама себя считает как гаранта стабильности, независимости вот не только народов, скажем так, проживающих на территории Турции, но и балканских народов. То есть, еще раз, она претендует на свое имперское, скажем так, вот наследие. А имперское наследие, безусловно, и в Крыму тоже. Такая двоякая позиция Турции не дает забыть о том, что эта страна входит в НАТО. А значит, если украинский конфликт напрямую затронет НАТО, ну, например, перейдет на территорию Польши или Прибалтики, Турция должна будет выступить против России на поле боя. Если возникнет конфликт между Россией и НАТО вооруженной, то все страны НАТО, по идее, должны в нем участвовать. Но еще просто не было такой ситуации. Это мы можем гипотетически предлагать. Но есть разная степень участия. Можно отправлять свои войска в вооружение. Можно как-то иначе поддерживать. В принципе, Турция уже не раз доказывала свою самостоятельность. То, что она поступает так, как считает выгодным для себя. И, в общем-то, я не вижу ситуации, чтобы Турция отправляла своих военных или действовала военным путем против России. Но пока прямого конфликта между Россией и НАТО нету. Хотя, опять же, Россия открыто обвиняет уже НАТО в участии в войне. И наши пропагандисты давно говорят, что мы воюем с НАТО. При этом договариваемся с Турцией, при этом дружим с Турцией. То есть, получается такая пропагандистская шизофрения, когда телезрители убеждают, что Россия воюет с НАТО, а Путин договаривается с НАТО в лице Эрдогана, продолжает активное сотрудничество, покупает там какие-то помидоры, я не знаю, продает со скидкой газ. И, в общем, какая-то странная история. Да, понятно, что у Путина и у Эрдогана во многом сходятся взгляды на мир и политику. Но все же, давайте не будем забывать, сколько раз Турция вставляла нам тот самый пресловутый нож в спину. Секрет российско-турецких хороших отношений во многом связан с позицией двух лидеров. Путин и Эрдоган, они очень похожи и прекрасно понимают друг друга. У них такое имперское мировоззрение у обоих. Они учитывают интересы друг друга, дают право друг другу почувствовать себя, скажем так, можно сказать, императором. То есть мы понимаем, что вы хотите, мы понимаем, что мы хотите, и постараемся друг другу не мешать по возможности, плюс получить выгоду. Оба политика, в отличие, например, от западных стран, от западных лидеров, диктуют друг другу, что нужно делать внутри страны. То есть Россия никогда не вмешивается во внутренние дела Турции, Турция никогда не вмешивается во внутренние дела России. Это тоже, в общем-то, залог успеха, достаточно важный. Плюс Эрдоган благодарен Путину, что Россия была одной из немногих стран, кто поддержала ее во время попытки переворота в 2016 году, когда выласть Эрдогана зашаталась. Несмотря на то, что тогда отношения были как раз практически на нуле, испорчены, но, в общем-то, Россия поддержала Эрдогана, и он благодарен. На Востоке, в общем-то, это очень много значит, такое не забывается. Рядом с Грузией и Турцией расположена еще одна страна, которая не поддерживает санкции против России. Это Армения. Я много раз рассказывал про связи этой страны с Россией в выпуске из цикла про распад СССР. Посмотрите, если не видели. В России проживает множество армян. Многие жители Армении имеют двойное гражданство. Из России в Армению активно идут денежные переводы, а обратно идут многие товары. В 2020 году более четверти всего экспорта Армении пришлось на Россию. В условиях такого тесного взаимодействия Армения, конечно, не стала выступать против России на фоне украинского конфликта. К тому же, если в той же Грузии активно проводились митинги в поддержку Украины, в Армении было много выступлений и за Россию. Армянские политики отнеслись к событиям на Украине двояко. Тут все зависит от того, как тот или иной политик, политические силы относятся к России. Естественно, политики или партии, или политические силы, которые насойны пророссийски, поддерживают действия России или хотя бы занимают такую более нейтральную позицию. А те политики или политические силы, которые в Армении, в самой Армении, занимают антироссийскую позицию, выступают против Союза Армении с Россией. Естественно, они поддерживают Украину и считают, что власти Армении не должны поддерживать Россию и должны как-то проявлять свою позицию антироссийскую. Армения сильно зависит от России и в вопросах безопасности, и в вопросах экономики. Я не могу сказать конкретные цифры именно части бюджета, но, например, Россия – это главный торгово-экономический партнер Армении. В разные годы, минимум от четверти до почти 28-29% внешноторгового оборота Армении приходится на Россию. Наш главный традиционный экспортный рынок, туда мы отправляем товары, произведенные в Армении, в отличие, например, от Запада, куда идет руда, к примеру, да, это сырил фактически. Не говоря уже о том, что на данный момент роль России как главного гаранта безопасности Армении, или тем более нахождение армянского населения в отцах, это армянское название Нагорного Карабаха, безальтернативно. Поэтому очень многие, те, которые настроены даже не так положительно к России, но при этом занимают проармянскую позицию, считают, что альтернативы России как союзника, как экономического партнера нет. С Украиной Армения, конечно, тоже торгует, но совсем не так активно. Ну, Украина до последних событий, до войны, или, не знаю, спецоперации, как по-разному можно характеризовать, после России была на втором месте среди стран СНГ по торговому обороту с Арменией. Но, хотя надо признать, что это она очень значительно уступала России. Фактически три главных партнера торгово-экономических Армении – это Россия, на втором месте идет Евросоюз, на третьем – Китай. Украина очень сильно уступает этим тем самым странам. Как уже было сказано, Россия выступает для Армении гарантом безопасности. Дело в том, что Армения зажата между традиционными союзниками Турции и Азербайджаном. Обе страны выступают за целостность Азербайджана в международно признанных границах, то есть за возвращение полного контроля над Нагорным Карабахом. Армения сильно уступает и тем, и другим по военной мощи и сохраняет контроль над Карабахом во многом благодаря расположенным там российским миротворцам. При этом за последние недели на границе Армении с Азербайджаном случилось уже несколько конфликтов, а число погибших измеряется десятками. Конфликт полыхает то в Карабахе, то, собственно, на армяно-азербайджанской границе. Россия выступает посредником, и стороны вроде бы заключили договор о прекращении огня, но затем вновь начали стрелять. В Армении есть мнение, что Азербайджан просто воспользовался тем, что Россия слишком занята войной в Украине, чтобы еще раз поддержать Карабах. Азербайджан попытался воспользоваться тем, что Россия занята событиями на Украине, и ей не нужен второй фронт. И с другой стороны мы видели, как те же украинские власти, официальные лица, очень одобрительно воспринили агрессивные действия Азербайджана, призывали не ограничиваться тем уровнем эскалации, поднимать его. Хотя, с другой стороны, это было неудивительно, потому что все последние годы Украина поддерживала Азербайджан. Даже во время войны приветствовала победу Азербайджана в 44-дневной войне 2020 года. И более того скажу, хотя многие на Украине пытаются обусловить нынешнюю позицию тем, что якобы Армения поддерживает Россию в голосованиях в международных структурах по Крыму. Но надо понять, что, во-первых, Армения голосует за приоритет права народа на самоопределение, так как у нее сама есть Карабахский конфликт, она поддерживает армян Арцаха, Нагорного Карабаха. И с другой стороны, сама Украина задолго до Крыма, Донбасса и всего остального всегда занимала ярко выраженную антиармянскую позицию на международной арене. Новый конфликт в Карабахе привел к тому, что Армения утратила контроль над частью его территории. Конечно, это не радует армян, которые рассчитывали, что Россия их защитит. Тем более Армения входит в ОДКБ, как и Россия. Надо понимать, что в армянском обществе сейчас очень сильное разочарование России, как союзникам это надо признать, это факт. При том, что, опять же, говорю, что с экспертной точки зрения всем понятно, что альтернативы России нету на данный момент. Общество руководствуется эмоциями, и они понятны, что и такое поведение России во время 44-дневной войны, когда на фоне того, как Азербайджан поддерживал его союзник в лице Турции, фактически принимал участие в войне. И самое главное, если хотя бы во время событий в Карабахе позиция России еще можно было как-то понять ее оправдание, что у нее нет никаких союзных обязательств перед Нагором и Карабахом, она не может вмешиваться, то очень мощный удар по России нанесли события на армяно-азербайджанской международной признанной границе и события в Карабахе, где уже располагаются российские миротводцы. Поэтому в обществе очень сильное разочарование, и ряд антироссийских настойных сил пытаются эти настояния усилить и сыграть на этом, поднять вопрос о целесообразности продолжения военно-политического союза с Россией. При этом отказаться от сотрудничества с Россией Армения все равно не может. Проводить собственную политику маленькой стране будет тяжело, учитывая враждебное окружение. А единственной альтернативой российскому влиянию в Закавказе является Турция. Но с ней Армения в союз вступить, конечно, никак не может из-за истории отношений двух народов и нынешней поддержки Азербайджана со стороны Турции. Что касается военно-политического союза, то надо понимать, что в регионе Южного Кавказа могут быть только два игрока. В реальности борьба идет между двумя игроками. Это Россия и Турция. Какие бы у Запада ни были проблемы с Эрдоганом, но по их мнению Турция – это все-таки союзник по НАТО, это амбиции которой так или иначе будут входить в противоречие и с Россией, и с Китаем, я имею в виду даже не нашу региону, а Центральную Азию. Поэтому тут выбор может быть такой, тут целью России в силу всем понятных исторических причин геноцида армян в Османской империи, открытое участие Турции во всех военных столкновениях в Карабахе, что в Первой войне, что в апреле 2016, что особенно в последней войне. Естественно, что для существенной части армянского общества союз, ну, даже не скажу союз, тесное сотрудничество с Турцией как альтернатива сотрудничеству с Россией неприемлемо, лично для меня. К тому же, как и Грузии, Армении сейчас большую выгоду приносят российские мигранты. Если в Грузии от россиян не требуется виза, то для поездки в Армению не нужен даже загранпаспорт. Да, то есть туда можно просто прилететь с российским паспортом. Легализоваться в стране россиянин вообще очень просто, так что сюда после 24 февраля рванули как российские айтишники, ну и другие удаленщики, так и бизнес. Рынок айти-услуг в Ереване резко вырос, а многочисленные группы в Телеграме забиты новыми вакансиями. Естественно, все это приносит в страну и российские деньги. Ну вот мы смотрим очень существенный рост товарооборота между Арменией и Россией. Кроме того, в финансовой сфере очень большой приток денег, и эксперты связывают это тем, что вот эти релаканты, которые приехали в Армению, или просто очень многие граждане России приехали в Армению, открыли счета в наших банках, получили карточки. Вот это очень сильный такой стимул был для экономического роста в Армении вот в первом полугодии. Он очень большой, и эксперты во многом это объясняют именно событиями на Украине и притоком российских денег российских граждан в Армению. Пока мы говорили только про южных соседей, но давайте отправимся на восток. В отличие от запада, оттуда почти никаких санкций против России не приходит. Исключение составляет только Япония, но гораздо ближе к нам Казахстан. Эта страна входит в единое экономическое пространство, и вот ДКБ. Когда санкции начали вводить во всю мощь, ожидалось, что именно из Казахстана к нам приедет большая часть параллельного импорта. Просто потому, что с этой страной у нас огромная сухопутная граница, а сама она удобно расположена между Россией и Китаем. Но кажется, введение российских войск в Украину пошатнуло старую дружбу. Казахстан члену ДКБ и ожидалось, что оттуда поедет в Россию весь параллельный импорт, ну и другая запрещеночка, то есть Казахстан станет такой прокладкой. Но затем Токаев как будто отделил страну от России. С самого начала войны Казахстан занял нейтральную позицию по происходящему. На самом деле еще до 24 февраля было заседание Совета безопасности в России, и Донецк и Луганск признали независимыми суверенными республиками в Москве, в Казахстане. На это ответили тоже внеочередным съездом Совета безопасности, на котором объявили, что не собираются признавать эти республики, собственно, республика. Поэтому с самого начала не было вообще никаких сюрпризов по тому, какую позицию займет Казахстан. Но на самом деле с тех пор позиция усилилась. Сейчас однозначно можно сказать, что Казахстан определенно точно не поддерживает Москву, не повторяет риторические приемы, которые использует Кремль. И что, наверное, самое неожиданное, это то, что Казахстан публично заявил о том, что он будет следовать букве закона и будет соблюдать санкции против России, потому что, как сказал Такаев, в санкции есть санкции. Более того, президент Казахстана Касым Жамарт Такаев публично назвал ЛНР и ДНР квази-государственными соединениями и отказался признавать их независимость прямо на встрече с Владимиром Путиным. Мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. И, по всей видимости, этот принцип будет применен и в отношении квази-государственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк. После такого, конечно, все заговорили о явном охлаждении отношений между Москвой и Астаной. Что касается Украины, мы видели несколько заявлений по тому, что Казахстан признает территориальную целостность и суверенитет Украины. Касым Жамарт Такаев единственный президент из стран Центральной Азии, который связывался с президентом Зеленским несколько раз. Казахстан официально отправлял несколько бортов гуманитарной помощи в Украину. И действительно, все выглядит так, что Казахстан является одновременно главным союзником России по документам, по формальным обстоятельствам. Но его действия немножко отличаются от того, что, наверное, ждали бы в Москве. Происходит такое переформатирование отношений. Пока что это не привело ни к чему. Процесс продолжается, потому что война продолжается, собственно, реакция всего мира на войну продолжается. Но абсолютно точно можно сказать, что в Казахстане нет желания как бы становиться сторонниками российской агрессии. При этом Казахстан сохраняет большую экономическую зависимость от России. Торговый оборот между странами в 2020 году составил 18 миллиардов долларов. Это пятая часть от всей внешней торговли Казахстана. При этом, если обычно другие страны покупают у России сырье и продают ей готовые продукты, то с Казахстана все наоборот. Астана закупает у Москвы различные машины, оборудование и продукты питания. А казахстанская нефть течет на запад через российские трубопроводы. Зависимость от России очень высока. Даже если мы посмотрим на базовые продукты в Казахстане, местное производство не покрывает все потребности казахстанского рынка. И даже по таким товарным единицам, как сахар, мука, все такое базовое, что необходимо для выживания казахстанского народа, это покрывается за счет российского импорта. И я уже не говорю про то, что основной экспорт нефти казахстанской идет через российскую территорию, а это около 40% бюджета казахстанского. Однако та самая добыча нефти в Казахстане ведется во многом при помощи западных компаний и инвестиций. Поэтому оказаться в одном лагере с Россией, под санкциями, попасть там под вторичные санкции, Казахстан, конечно же, никак не может. Так что помощи в обходе ограничений от Казахстана, скорее всего, ждать не приходится. По крайней мере, официальной и открытой помощи. Казахстан публично заявляет о том, что будет соблюдать санкции и соблюдает их. Мы уже видели, что Казахстан, например, не последовал примеру России и не легализовал параллельный импорт у себя на территории. То есть те компании, которые ушли с российского рынка, не могут пока что использовать Казахстан для вот этой схемы. Кроме того, мы не наблюдаем большого потока санкционки пока что с Казахстанкой территории в промышленных масштабах. Но по тем товарным единицам, которые легко, можно сказать, перевести из одной территории в другую, мы видим, что, например, смартфоны в Россию сейчас попадают в основном через Казахстан. Но понятное дело, что смартфоны перевезти за границу и не попасть под проверку довольно просто, но то же самое невозможно сделать с автомобилем. Поэтому по автомобильному рынку сейчас через Казахстан практически ничего не идет. А вот по одежде всяких брендов, которые ушли из России, или по смартфонам, да, чему-то такому, что довольно легко перевозимое через границу, это пока что происходит. Вообще случай Казахстана сильно отличается от трех стран, которые мы обсудили до этого. Во-первых, стране трудно нарастить какую-то торговлю с Россией. Она и так была очень высокой. Во-вторых, Казахстан зависит от инвестиций Запада и не может себе позволить вести себя, как, например, ведет себя Турция. Ну и в-третьих, сюда поехало гораздо меньше российских экспатов. Так что притока российских денег после 24 февраля Казахстан не получил. Но, возможно, опять же ситуация изменится, потому что после того, как в России объявили мобилизацию, Казахстан стал главным убежищем, главным укрытием, наверное, для россиян. Больше всего пограничных пунктов и больше всего людей на машинах, те, кто не смог купить авиабилеты, они все поехали в Казахстан. При этом казахи, большие молодцы, я читаю просто огромное количество отзывов, казахи принимали людей, размещали там прямо на государственном уровне. Для тех, кто приезжает из России, там чудо-некида кинотеатры отдавали, помогали устроиться. То есть казахи приняли тех, кто бежит от Путина, кто бежит от путинской войны, от путинской мобилизации и начали их спасать. За это, конечно, казахам большое спасибо. Вы большие молодцы и проявили себя как хороший, верный союзник русских людей. И мне кажется, что это проявление, то, что Казахстан принял бегущих от войны русских, это еще раз доказывает, что страна все-таки ведет независимую политику, независимую политику от Москвы. Пока что единственный положительный эффект происходящего – это высокие цены на нефть, которые пополняют казахстанский бюджет, несмотря на падающие объемы. Но торговля с Россией пока что не приносит какой-то большой выгоды казахстанским компаниям по той простой причине, что ситуация до войны была намного лучше. Сейчас на те же самые транзакции с российскими компаниями нужно учитывать все и санкционные факторы, и транзакционные, и логистические изменения. Это все дополнительные стежки, дополнительные деньги, которые бизнес тратит на то же самое, что он, собственно, делал до войны. Говорят, что есть еще одна причина, по которой Казахстан не стал поддерживать Россию. И дело здесь не только в экономике. В Астане просто-напросто опасаются стать следующим после Киева. 15% населения Казахстана составляют русские, как вы, возможно, знаете. При этом на севере страны есть регионы, где русских от 30 до 44%. Значительная часть территории Казахстана когда-то осваивалась русскими. Поэтому в Астане имеют все основания переживать, что против них тоже начнут какую-то спецоперацию с целью возвращения исконных русских земель. Да, действительно, в России не первый год, на самом деле уже много лет, существует вот эта идея того, что Северный Казахстан – это особая территория, которая всегда рассматривалась как такая российская. Были определенные люди, тот же самый Дукин или Лимонов, которые поставили через запятую вопрос Крыма, вопрос Северного Казахстана. Конечно, эти идеи витают в воздухе где-то в России, но я не думаю, что это было основным движущим элементом позиции. Я думаю, все-таки экономические выгоды от нынешней позиции, они являются самой главной причиной. Но, конечно, когда Москва начинает войну против суверенной Украины и главной причиной этой войны называют искусственность всего украинского государства и желает восстановить какую-то извращенную историческую справедливость, это не может не напугать других соседей России. Казахстан, логично, что Казахстан ставит себя на место Украины и примерно представляет, что то же самое возможно, наверное, и с Казахстаном, если в Кремле руководствуются такими идеями. Кроме Казахстана, Россия традиционно поддерживает тесные связи и с другими странами Средней Азии, которые раньше входили в СССР. Это Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан. Эти страны тоже пытаются сохранить нейтралитет нынешней ситуации и не выступают против Москвы. Хотя, конечно, и спецоперацию открыто никто не поддерживает. Кроме того, опять же, на фоне мобилизации начал зарождаться довольно серьезный конфликт, потому что Москва начала приглашать мигрантов, трудовых мигрантов, которые в основном ехали к нам из Азии, из Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана. Так вот, Москва начала приглашать этих мигрантов подписывать контракты, подписывать краткосрочные контракты, получать деньги и отправляться воевать в Украину, обещая им после года службы гражданства России. Вот так вот, на что правительство этих стран предупредили своих граждан, что участие в наемничестве и участие в боевых действиях это незаконно и для них будут серьезные потом последствия на родине. На этом Москва сказала, если вы так, да, то есть как прилетела такая ответочка, и уже там предложили, пока это еще не принято, но предложили лишать гражданства тех, кто последние 10 лет получил паспорта и не хочет идти служить. То есть решили всем мигрантам, которые за последнее время легализовались в России, получили российские гражданства, те, кто переехал. Так вот, этих людей сейчас хотят законодательно обязать отслужить годик. Иначе заберут гражданство не только у них, но и у членов их семей. Такое вот противостояние. В ответ на это по каким-то мифическим, странным, случайным обстоятельствам перестают работать карты МИР, которые работали, пишут технические ошибки, какие-то банки отказываются. В общем, отношения начали охлаждаться и появились конфликты, даже, казалось бы, с ближайшими союзниками, со странами, с которыми у России очень тесные отношения. Ни одна страна в Центральной Азии не осудила действия Москвы по отношению к Украине. По той простой причине, что все эти страны зависят по многим параметрам от России. Но одновременно ни одна страна не заявила о том, что она полностью поддерживает Россию в ее действиях. Ни одна страна не признала Донецк и Луганские республики как независимые. И ни одна страна пока что не готова превращаться вот в такое окно для России в несанкционный мир. Все пытаются, насколько это возможно, придерживаться нейтралитета. Наверное, после Казахстана самый активный в этом плане Узбекистан. Узбекистан заявлял о том, что российская военная кампания неприемлема и мир самое главное, что может быть. И только в этом формате можно решать какие-то вопросы. Кроме того, Узбекистан подтвердил буквально недавно, что будет соблюдать санкции и не хочет оказаться в санкционных списках вслед за Россией. Но другие страны Центральной Азии, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, они занимают довольно такую тихую позицию. Пока что не было никаких громких заявлений, сравнимых с теми заявлениями, которые были произнесены Такаевым. Потому что эти страны все-таки, скажем, менее диверсифицированы в связях с миром. И Польша зависит от России. Поэтому не хотят раздражать в лишний раз Москву. Что можно заключить из всего вышесказанного? Например, то, что российская дружба стоит денег. В прямом смысле слова, наиболее расположенной к российской власти в нынешней ситуации оказались те страны, которым это просто финансово выгодно. Грузия оказалась готова забыть давние обиды ради притока баблишка. Армения не может себе просто позволить отказаться от покровительства России. А Турция просто нашла способ увеличить свои доходы и влияние в мире. Как только Россия перестает быть выгодным партнером, странам становится сложнее закрывать глаза на то, что она творит. Даже если речь идет о таком давнем партнере, как Казахстан. Остается только надеяться, что когда-то с Россией будут дружить не только потому, что это приносит деньги, а среди друзей не останутся одни только Иран с Иритрой. Субтитры создавал DimaTorzok